О, спорт! Ты жизнь! В минувший вторник в столице прошла пресс-конференция развития единоборств России, тенденции и перспективы. Высшие чины Министерства спорта и образования и науки презентовали свой совместный проект. В ходе его реализации самбо станет национальным видом спорта. Как и почему, расскажет Александра Панина. Самбо, как и любой спорт, воспитывает характер. А еще люди, занимающиеся этим видом борьбы, легко могут уйти в ММА, заняться кикбоксингом и даже стать пловцами. Финансовая сторона вопроса тоже очень демократична. Потому самбо решено сделать национальным спортом. Поскольку проект совместный, то нужно учитывать и массовость, и спортивные достижения. Любые виды спорта, в том числе самбо, интересуют как возможность для воспитания подрастающего поколения, создания условий для гражданского, патриотического, физического воспитания, формирования характера, что присуще и единоборцам, и вообще спортсменам. Скоро стартует программа «Самбо в школу». Ее задача не только увеличить число спортсменов в школах, но и создать такие условия методическую базу, чтобы с основами самбо мог познакомиться любой ученик. А еще подготовить кадры там, где их не хватает. В 2015 году в трех субъектах Российской Федерации проходила апробация проекта. Карелия, Краснодарский край, Приморский край убедились в очень хороших результатах. И сейчас как раз заявляем о широкой программе, которая будет распространяться по всей России. Ну и надеемся, что может быть даже и за ее пределы. Особенно, что касается данных, что касается нашего следующего проекта, который логично называется «Самбо вузы». 27 сентября пройдет Всероссийский форум «Россия – спортивная держава». Там и будет объявлено о старте этапа для высшего образования. Также на форуме планируется объявить о создании Всероссийской студенческой лиги самбо. На этапе высшего образования добавится больше теории этого вида спорта, истории героев, поскольку для некоторых наших регионов борьба является уже почти частью культуры. Традиционно в Российской Федерации спортсмены и ненапорцы завоевывают львиное количество медалей. И, безусловно, благодаря огромным историческим традициям в этих видах спорта, наверное, не только традиции в России, но и традиции в наших многих регионах. Скоро на форуме «Дни самбо в Крыму» объявят о втором этапе реализации проекта «Самбо в школу». Также самбо с прошлого года включен в комплекс ГТО, поэтому пора задуматься о тренировках. Александра Панина и Александр Беляков. Образовательный телеканал «Просвещение».